Мы начинаем наши банные посиделки Разрешите представить Продолжаем Наша компания немножко уменьшилась Но не потому что мы так хотели Потому что они так захотели Мы же говорили о свободе Вот и получилось так Что хочу сказать Давайте так Я хотел бы все-таки вектор нашего движения Немножечко направить В такое русло Справедливость, честь, долг, свобода Все понятно Но я хотел бы, чтобы все-таки Какая-то была больше конкретика Не было размытости Не надо переключаться конкретно в свободу И удаляться в эту свободу То есть надо может быть по пунктам как-то пройтись Что я хочу сказать С вашего позволения Ребята придут, потом послушают Или видео увидят Я подразумеваю так Что касается меня Вот я все-таки Знаешь, мы вот В разговорах я слышу, что вот там Вот этот, вот тот Я все-таки думаю, что надо себя Начинать Вот допустим Беру слово справедливость Я начинаю Говорить Сейчас там звук чайника все заглушит Ну ладно Я начинаю говорить Справедлив ли я И начинаю пытаться Максимально Честно самому к себе это слово применить Справедлив ли я по отношению К себе самому По отношению к людям окружающим меня По отношению к тому, чем я занимаюсь Может ли мое ремесло, которым я занимаюсь В данном случае Я углубленно допустим Да, занимаюсь там дзюдо Как философской концепцией Да, физически-философской Может ли оно улучшить Мое понимание справедливости То же самое касается Долга Понятие долга Я Исполняю ли в полной мере Долг Как отец Как муж Как сын Как гражданин своей страны Как гражданин вообще планеты Да, человек планеты Как просто живое существо Исполняю ли свой долг В том мире, в котором он во мне заложен Там природой И как это может Допустим, мое искусство Оно может ли оно Способствовать там Изменению вот этого понимания долга Оно может возрастать Или оно наоборот угасает Заставляет мое искусство угасать Вот этот принцип Ну Модель долга Да Ну или не модель долга Это долг Следующее, что у нас была Честь Так же Имею ли я честь Знаете, вот как раньше говорили Честь имею А вот Сказать такое слово Достоин ли я вообще Сказать такое слово Что вот я честь имею По отношению К самому себе По отношению опять-таки Да, мы все это Экстрапролируем Как в такой слове Ну то есть переводим По отношению К семье К жене К детям К людям К ко всему окружающим К государству К государству К которому я живу К гражданину К которому я живу И всего остального Свобода Опять я начинаю так Свободен ли я Свободен Даю ли я свободу Окружающим Даю ли я людям Своим детям Семье Своим друзьям Другим людям Окружающим Государству Даю ли я свободу Делать даже там Как гражданин Другим Понимаете Вот я Дает ли мое искусство Которое я Практикую Улучшить Эти все качества Во мне И эти все Ступеньки Я понимаю Что Если я начну Все таки Для себя Помнишь Мы ехали в машине Вот этот принцип Любить всех А самовоспитывать себя Как ты сказал Самодисциплинировать себя То есть Само Самосправедливость Само Долг То есть В первую очередь По отношению к себе Отсюда Уже начинается Какой-то И наблюдая Как говорил основатель Школы Кадакан Дзюдон Наблюдая за другими людьми Ты можешь более Ясно понять Вообще Что происходит Ты можешь более Четко осознать Наблюдая за ними Но не указывая Наблюдая за ними Ты можешь переложить на себя И посмотреть Посмотри А вот этот человек Мне кажется Вот он Как я действует А Слушай А вот он же Некрасиво ведет себя А я же вот так же иногда Веду себя Как это некрасиво смотрится И мы начинаем Через других Вот я смотрю Допустим на действия Какого-нибудь там Чиновника Мне не нравится Мне не нравится Какой он действует Поэтому думаю А я так же действует Чтобы искать в себе Ага А я так же А чем же тогда Что же он мне не нравится Если я такой же Как и он Я ничем не лучше И ничем не лучше вот этого, вот этого человека, вот этого, вот этого, вот этого. Что же я тогда хочу изменить? Я хочу изменить всех вокруг, а остаться самим таким, каким и есть. Красавчик. Красавчик. То есть настолько любить себя, возлюбить себя. А как говорится, одна из притч есть такой, да? Возлюби. Нет, это Христова заповедь. Да, заповедь. Которую он добавил, это завершено. Возлюби. Но это все откуда? Это все не просто Иисусского. Это все еще до Него говорили люди. До Него возлюбить, это исток. Не может ничего появиться без любви. Оно будет уничтожено. Даже само творение, все что есть, это создано, мне кажется, в любви. Потому что есть это практически отдача жизни. Помнишь, когда же в машине мы ехали? Каждое у нас так заложено в нашей природе, что каждый винтик или механизм нашей, не живой природы, а живой природы, он жертвует собой для других. Этот круг замкнутый. Получается так, травка жертвует собой для ослика. Вот как я сказал. Ну это так, очень узко сказал. Ослик жертвует собой для того, чтобы его там скушал кто-то. Другая лошадь кушает травку опять. Если все замкнутый круг, кто-то потом это все опять уходит в землю и опять выходит. Это замкнутый круг. Каждый жертвует ради другого. Это есть уничтожение вот этой вот корыстной цели. То есть у меня нет ничего ради себя. Я изучаю технику дзюдо не для того, чтобы потом в качестве корысти доказать, что я сильнее вот этого. Это Кана тоже говорил. Не для того, чтобы доказать, что я сильнее кого-то. А чтобы улучшить себя. И я это жертвую другому человеку. Он это принимает и улучшается через мое жертвование. Что сделал там, мы знаем, две тысячи с лишним лет на этом Иисус. Он сказал, я жертвую себя. То есть он отдал любовь самовоспитанием своим. Он себя самовоспитал и сказал, все, давайте жить по-новому. Давайте жить справедливо, по долгу, по чести, по свободе. Ну, мы опять начали все углубляться. А почему? Потому что мы начали, это все пришло, к чему я введу? От наших очень долгих умозаключений. Наше сознание не дает, мне кажется, нам возможности все это воспринять так есть спокойно. Теперь я думаю, а может ли моего дзюдо, так как я все-таки не хочу уходить от этого мира, в плане, ну, есть такие, да, там уходят в монастыри и так далее. Я все-таки живу в миру, сообщаюсь с вами. Могу ли я с помощью моего искусства, в частности дзюдо, использовать эту технологию для того, чтобы освобождать свое сознание настолько, чтобы я стал, ну, вот, как бы, максимально вот... То есть, даже для меня вопрос справедливости сам собой отпадает, как сказал один греческий философ, несчастье в тот, кто от счастья зависит. Ну, ты хочешь стать мудрецом? Ну, по сути, наверное... А что, мудрец, я так думаю, это возвращение к истоку. Мудрец, это возвращение к самому началу. Не моему рождению, что я, типа, да, там, 40 лет назад. А к самому началу вообще. Понимаешь? И вот отсюда тогда и появляется, да, вот все вопросы отпадают. Потому что она не должна стоять вопрос справедливости. Помнишь, мы с тобой обсуждали тему? Быть тренером. Это... Благодарная или неблагодарная эта работа? Как только человек задает себе вопрос о том, что быть тренером или учителем, это неблагодарная работа, он не тем занимается, он должен собрать свой чемодан и уйти отсюда, бежать. Потому что сам вопрос этот не может у учителя задать, если его это призвание. А если он пришел сюда зарабатывать деньги... Тогда другой вопрос. Тогда другой вопрос может стать. Может, мне мало денег. Денег платят. Ну, благодарность. Мне мало благодарности. А если это мое призвание, если я пришел к учитель, помнишь, как задал учителю вопрос, ну, тоже мы это обсуждали, да? Там, медведь. Ну, идите работать. Идите работать. Ну, правильно? Если я иду сюда, а потом так, не благодарен... А в чем твоя... Да и будь благодарен просто тому, что у тебя есть эта возможность. То есть убери из головы все, что ты просто себе в голову вбил. Теперь вопрос. Какие технологии? Не знаешь, что, допустим, Алексей мне сказал? И мы это все прекрасно знаем. Аккуратнее. Провод. Ненавижу. Одна из технологий... Как можно убрать сознание? Какие технологии? Медитация. Ну, в настоящее время, в основе своей, но это неправильное, потому что это пагубная технология. Это алкоголь, наркомания. Это видимость того, что у тебя сознание очищается, а на самом деле не очищается. Это Алексей. Да потом придет. Но медитация. Хорошо. То есть мы... Но мы-то владеем другой технологией. Мы-то владеем вот этой. Мы простоем самбо. А? Это интоксикация, собственно говоря. Это затуманивание. Это что касается алкоголя. Значит, мы владеем какой-то технологией другой. Вот я, допустим, технологией джюдо, какими-то вот... А печку не подавали, да? Дрова не подавали, да? Еще нет. Нет, да. Подавали, да. Сейчас. Тут он заглох, уже. Да нет, все нормально. Вы поддайтесь там этим. Водички-то. Я так думаю, что... Наше искусство, вот которым... Любое искусство даже, кузнец, врач, он должен в первую очередь использовать эти искусства не от того, что он... для того, чтобы себя как бы самовоспитывать. Ты же закрыл там. Почему? Ну, чуть-чуть открою там поток. Ну, вот такая моя мысль, мне кажется. Ну, мое, по крайней мере, такое мнение. То есть, начинать с себя, понимаешь, все эти вот... Говорить о справедливости. Ты знаешь, на самом деле, если абсолютизировать то, что ты говоришь, то вообще ничего другого, кроме себя, не существует. Себя-то, да. Мы живем в своем уме. Мы живем в своем уме. Все остальное, ну, как бы, я так не совсем считаю, да, но... Вот если так вот, для отобраза... Все остальное, это как бы вот мимо нас проходит, а мы живем в своем уме, а остаток остается какое-то впечатление, какая-то эмоция, какая-то мысль. А мы все равно в своем уме все прокручиваем. Через призму воспринимаем. Через призму себя, да. Через не себя, а этих установок там всяких разных, стереотипов. Ну, вот Рустем, вот скажи мне, пожалуйста, вот ты как вот на сегодняшний день мыслишь все-таки вот эта технология самбо, можно ли ее использовать для того, чтобы... И вообще, она способствует тому, чтобы вот эти понятия справедливость, долг, честь, свобода, они в человеке взращивались наилучшим образом. Это один из культей, один из культей, который может привести... Заходи. Который может привести к тому, что ты говоришь. Это один из культей. Ну, одна из технологий. Одна из технологий. Одна из технологий. Но, ты понимаешь, знаешь, вот... ведь две есть категории, да? То есть, как в духовной практике, так и в физической практике. Вот есть взращивание силы и технология самбо, если так общее говорить, о физических характеристиках, о волевых характеристиках, это технология взращивания силы. Сила характера, сила физической. Это одна из технологий, одна из успешных технологий. Да? Будет. Но есть и в физическом плане, и в духовном плане есть категория чистоты. И ведь демоны, они тоже бывают сильными. Но они демоны. Понимаешь? И вот технологии чистоты, ну, как мне кажется, при всем уважении к моему любимому виду спорта, технологии чистоты здесь нет. Есть, как бы, аскезы, воспитывают силы духа, да? Но это не факт, что я не стану демоном. То есть, чистоты нет. Второй стороны медали. Вот за вторую сторону медали отвечают все-таки духовные практики. Работа с сознанием, работа со святыми писаниями, работа с, как говорится, первая девочка мы даем, я так понял. Девчонки! Их нет. Они вышли? Да, полосы там куда-нибудь. Это можно есть. О, девчонки, шашлык ваш. Спасибо. Хватайте. Вы тогда забирайте его сразу. Камера выключила. Что, выключила? Не знаю. Нет, камера работает. Аккуратно только не наступить. Даш! Она ушла. На, забирай туда. Мы все, срустаем сейчас дальше. Чего? Иди туда сразу. Несешь? На, еще тарелку. Еще тарелку. Маленькая пауза у нас дала. Да, ну, я вот, как бы, идея, идея в том, что, все-таки, самбо, это, это, скажем, знаешь, это, обязательный, технология. Это обязательный, как бы, но недостаточный фактор воспитания, воспитания именно такой многогранной, сильной личности. То есть, мы... А что не хватает? А можно ли в недеих что-то встать? Ну, вот я тебе говорил, что если мы ставим цель не только культивирование, как бы, силы, а еще культивирование, скажем, нравственности, да? То есть, именно, даже, может быть, не в данном, а в духовности, более высокого понятия, да? В которое входит, в это понятие входит нравственность. Что ты хочешь? Хорошо. Получается, что нужно дополнять именно не только то есть, дополнять к физическому развитию и к развитию как бы, так и морально-волевых качеств, да? Добавлять еще духовное развитие. То есть, всегда говорить человеку, всегда напоминать ему, что это воспитание тела и тонкого тела, духа, да? А вот это святые писания, изучение мнений учителей, скажем так, изучение, скажем так, духовного пути развития это воспитание чистоты. Вот, если бы это было в комплексе развития, тогда да, тогда это по нации в какой-то степени. А если этого нет, тогда, понимаешь, значит, мы, возможно, воспитываем, как ты помнишь, в 90-е годы, половина спортсменов пошло в киллеры, в бандиты, заниматься не совсем... И ничего у них нигде не ёкнуло. Нигде ничего не ёкнуло. Понимаешь, поэтому они были готовы к тому, чтобы стать демонами. То есть, они были лучше всех подготовлены для того, чтобы демоническим путем производить общение с другими, более через призму силы и превосходства. А если бы они были духовно развиты, они никогда бы не лишили жизни никого и не побили бы, не избили бы. Понимаешь, поэтому здесь вопрос в том, что, скажем так, ты ищешь ответы, ты ищешь всё в дзюдо. Я не знаю, насколько я имею право говорить о дзюдо, но ты ищешь всё в единоборстве, в самбале, в дзюдо, если их не разделять. Но оно априори должно быть как бы усовершенствовано тем, что это там нету, ну я не слышал, я не дошёл до такого уровня, там нету про душу ничего. Там есть про тело, про силу духа, про товарищество, про честность, про самоотверженность, про аскезы, про волю к победе, про честолюбие, про героизм в какой-то степени. Но там нету ничего о душе, там, понимаешь, там нету ничего, скажем, о боге, там ничего о боге нету. Понимаешь? А создателям там вообще ничего нету. Понимаешь? Поэтому это всё-таки хорошая система. Я вот сейчас тебя перебью и скажу тебе так, вот ты говоришь, что касается дзюдо, но я хочу тебе сказать, что в дзюдо есть инструменты, которые используют дзюдо, где говорится об этом. Это заложено в ката, в так называемых формальных комплексах. В них заложены вот так называемые вот эти вот вещи, которые раскрывают понятие вселенной, создания. Вот, допустим, есть дзюдо, такая, и сутсу, но ката. Ката пяти элементов. Где через вот эти упражнения раскрывается создание. То есть, вот этот мир наш. Ну это шаг, да, это шаг в ту сторону, но все равно это материальный мир. Пять материальных элементов. Это все равно не о душе. Душа это духовное. Она совсем не материальная. Вот. Здесь как бы ты говоришь, что есть как бы в ту сторону попытки. да, Но, понимаешь, в нашем мире, когда открыта вся информация, вся информация открыта, и человек имеет такую привилегию выбрать то, что он хочет изучать, как бы, и вот он выбрал изучать дзудо или самбо. Там ничего не говорится о духовности, ничего не говорится о душе. Или я некомпетентен просто. Я сразу могу допустить это спокойно, да. Вот. Но я никогда не слышал ни от кого. Ни о душе в самбо, ни о Боге в самбо. Я никогда об этом не слышал. Поэтому, скажем так, может быть, я подготовлен к тому, чтобы об этом услышать. Может быть. А не будет ничего, я тебе хочу сказать. Знаешь, почему? Я недавно, ну, я несколько лет назад разговаривал со своим приятелем, ну, ты его знаешь, Мурсал, да? Конечно. Вот. Он тоже самбо изучал и дзюдо, и вообще рукопашный будет там. И вот мы с ним как-то обсуждали вопрос там тоже религиозный и так далее. И он говорит, ну, мы стояли там дзюдо, он говорит, мне вот дзюдо меньше, ну, как бы нравится. Я говорю, ну, он говорит, мне нравится оно, но мне меньше подвергнуть. Я говорю, почему? Потому что там есть поклоны. Я говорю, почему поклоны? Он говорит, ну, как бы в моей духовной традиции не приветствуется, то есть поклонение, да? Ну, поклонение только одному приветствуется, высшему. А здесь, в самбо мне больше, потому что там нет поклона, там рукопожатие. Ну, я говорю, подожди, ну, если мы рассмотрим любые эти искусства, то они все идут вразрез с этим традициям духовным. Потому что все традиции духовные говорят о том, да, что не возомнить о себе, да, не стать выше других, не... Поклон воспитывает смирение, я с тобой согласен. Понятно. То есть ты смиряешься, ты как бы как бы признаешь, что, может быть, и... То есть поклонение я не осуждаю, я с тобой согласен. Это смирение. Вообще, в любой, на сегодняшний день, если мы возьмем самбо, дзюдо, где есть соревновательная деятельность, не имеет... Она идет в полной противоречии, идет с духовными традициями. Вот как ты говоришь, одуже. Потому что те святые писания, которые... О чем ты говоришь, я так думаю, что там написана абсолютная противоположность. Ром, ты знаешь, Георгиевич, я с тобой чуть... Ну, не соглашусь. Я все-таки тебя призываю к тому, что соревновательная деятельность сейчас просто, как и любая страна...